А если Чечня выйдет из состава России, как ты думаешь, возможен ли военный переворот и смена власти? Тогда советникам не совсем понятен твой вопрос. Томсо, добрый вечер. Как вам европейская жизнь? Лучше, чем в России? Добрый вечер, Александр Болотов. На уровень, конечно, лучше, чем в России, выше, чем в России, спокойнее, чем в России, стабильнее, чем в России. Приятнее, комфортнее. В общем, очень много таких хороших, приятных слов можно говорить по этому поводу. Конечно, здесь лучше, чем в России. В России вообще жить крайне некомфортно, особенно если ты чеченец, если ты мусульманин, то это вообще сложно. Уровень жизни в России можно, наверное, сравнивать с какими-то странами постсоветского пространства, которые остались под влиянием России и с такими странами, типа, ну, какие-нибудь банановые страны, там, Африки. Хотя в банановых странах Африки я не был, но приблизительно я понимаю, что там такая жизнь, такой же уровень по различным тревел-блогам и так далее. И СМИ я приблизительно понимаю, как они там живут. А в странах бывшего Советского Союза я был и могу точно сказать, что очень похоже отношение власти к людям. Просто то, что ты, вот, как, даже как турист, когда ты сталкиваешься с какими-то представителями, там, ГАИ или прочими какими-то, там, людьми из администрации и так далее, и ты, у тебя прям бывает такое дежавю. В некоторых случаях даже более, еще хуже. Тебе даже кажется, что в России в этом плане, наверное, получше было бы, полегче. Так что надо Россию с ними сравнивать, Европа, это вообще не сравнение для России. Тусу дай Аллах, чтобы ты устроился на работу, начинающуюся в 5 утра. Тогда бы я посмотрел на твои поздние эфиры. Сколько боли было в этом сообщении. О, Борк Челси, прости, дорогой брат, но реально изменить расписание мы в этом плане не можем, к сожалению. Нас ведь все-таки смотрят в России не только люди, которые живут по московскому времени в этом числовом поясе. Есть те, кто живут на Дальнем Востоке. Есть те, кто вообще живут в Соединенных Штатах Америки. Представь, какой дисбаланс по времени. Но все привыкли к этому времени. Те, у кого реально возникают проблемы из-за того, что они рано, допустим, едут на работу. Ничего страшного, дорогие друзья, если вы пропустите эфиры, посмотрите их потом в записи. Или какие-то там важные моменты из эфиров я обычно делаю вырезки. Так что, в общем, мы вам это простим, отсутствие вас в прямых эфирах. Но, конечно, я был бы рад, если вы здесь были. В будущем не собираешься переехать в Афганистан? Страна же шариатская, как ты и хочешь. По мне, каждый мусульманин должен жить в странах, где есть шариат. Там тебе будет безопасность. Талибан, давай мы дадим Афганистану сначала построить свое государство, привести себя в порядок. Пока там идет просто война до сих пор. Никакой стабильности в этой стране нет. Они сами себе не могут обеспечить безопасность. Как они обеспечат ее мне и другим. Поэтому давайте сейчас просто будем наблюдать, делать за них дуа, чтобы у них все получилось, чтобы афганский народ наконец-таки получил долгожданный мир. Который они на протяжении лет 50, по-моему, последних не видели этого мира. Надеемся, что хоть сейчас они его увидят. Давайте пожелаем им успехов, чтобы страна стала развивающейся. А потом уже будем думать о том, стоит ли вообще туда ехать как туристу даже, чтобы посетить эти места. Привет! Если завтра все на Земле станут единоверцами, то прекратятся ли войны, или их станет еще больше. В чем причина конфликтов? В том, что люди разные и вне зависимости от религии, или наоборот, они на кого. На самом деле, я думаю, это неизбежно. Даже если все станут в этом мире, как ты говоришь, единоверцами, все равно будут разные убеждения, разные понимания, и все равно будут конфликты. И даже если эти конфликты будут не на религиозной почве, они будут на почве политической, экономической, какой-то иной, но они все равно будут. Томсо, почему талибы ущемляют женщин? Тебе нравится их политика по отношению к женщинам? Ну, я пока не видел каких-либо ущемлений. Все те претензии, которые им предъявляют сегодня, в основном либеральные СМИ России и странах Запада тоже, это претензии за то, что было в прошлом. То есть, с 96-го по 2001 год. А сейчас, вроде они наоборот, пошли на определенную, как это сказать, на определенную либерализацию своего отношения к женщинам. Поэтому пока я не знаю, за что их критиковать. Давайте опять-таки дадим им показать, как они себя будут вести и с женщинами, и с мужчинами, и с окружающими странами, и со всем этим миром. Тогда мы поймем, что в этом хорошего, что плохого. Томсо, в Украине другая ситуация была при революции. Во-первых, украинскому правительству было куда бежать, и западным странам тоже невыгодно было объединение с Россией. Везде есть какие-то свои индивидуальные моменты. Мы всегда найдем какие-то отличия. Но факт остается фактом. Там, где правительство, а точнее один чувак, тиран, обезумевший, не хочет отдавать власть, наподобие Лукашенко, например, Путина, когда они применяют против людей всевозможные репрессивные методы, бороться с ними путем голосования, мирных каких-то там акций, протеста, но это не работает, это не даст никакого результата. Вот о чем я говорю. Посмотрите, что произошло и происходит в Беларуси. Вот попробуйте там с помощью выборов, умного голосования, с помощью мирных протестов, когда вы будете снимать обувь, залезая на эти лавочки, чтобы их не пачкать. Попробуйте так свергнуть обезумевшего тирана, который этих снявших себя обувь и ставших на лавочки протестующих будут дубинками оттуда скидывать, забирать в этот окрестиный, и там пытать и унижать. Так не борются с подобными режимами. Я ни к чему не призываю, я ничего не предлагаю, но я точно знаю, что это не рабочие методы. Когда Аслан Масхадов встречался с Ельцином в 99-м, был договор, что пошло не так. В 99-м он не встречался с Ельцином, наоборот, в 99-м ему не дали с ним встретиться. Началась война. Масхадов и Ельцин встречались в 97-м, когда они подписали этот договор. После этого были ли у них встречи, я не помню, может, еще какие-то были, но в 99-м точно не было. В 99-м с Путиным встречался Ахмат Кадыров, когда на квартире, то, что рассказывал нам Рамзан, что они на квартире где-то встречались, вот это как раз, видимо, тот момент, когда Кадыров стал открыто уже выступать за Россию. В Европе есть мечеть, как вы вообще ходите на пятничные и на Масхад? Конечно, в европейских городах есть мечети. В крупных городах, там, где мусульмане живут, там есть мечети. Здесь, в шведских городах, в крупных городах, есть прямо вот мечеть-мечеть. То есть, это как она и по документам, официально это мечеть, где там минбары, и она и выглядит как мечеть. Прямо мечеть. В каких-то маленьких городках мусульмане открывают, допустим, какие-то культурные центры и что-то подобное, и эти же здания служат как мечеть. То есть, с виду они не являются мечетью. По документам это тоже не мечеть, но по факту это мечеть. Так что, мечети есть. Если Чечня выйдет из состава России, как ты думаешь, возможен ли военный переворот и смена власти? Тогда советнику не совсем понятен твой вопрос. Если Чечня выходит из состава России, то какую власть нам нужно свергать? О каком военном перевороте может идти речь? Так как выход из состава России подразумевает, что российская власть, которая сегодня в Чечне, ее больше там нет. И нам ее свергать не надо. У нас появляется наша власть. Мы проводим свои выборы, избираем президента, парламент, все ветви, органы власти и живем. И вот эту власть, избранную нами, какой смысл нам свергать? А если же ты имеешь в виду Кадырова и его режим, то это не чеченская власть, это как раз-таки российская власть. И если мы уходим из состава России, то этой власти там больше нет. Она уходит вместе с Россией в Россию. Или на тот свет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...